Всем привет! Вы на канале Баранки Гну, меня зовут Карина и сегодня я покажу вам рецепт флана с шоколадным бисквитом. Многие называют его волшебным или умным кексом, потому как в процессе выпечки все слои встают на свое место. И даже если сливочный флан вы нальете поверх бисквита, он опустится вниз, а бисквит запечется на поверхности. Готовить мы будем на водяной бане. Я взяла глубокое стеклянное блюдо и цельную форму, чтобы вода в нее не затекла. Если у вас нет цельной формы, а есть форма с разъемным дном, то плотно застелите дно фольгой, таким образом, чтобы ни одна капля воды не проникла внутрь. Смазываю всю форму сливочным маслом и пока оставляем ее в сторону. Приготовим карамель, для которой нам понадобится сахар и вода. В сотейник с толстым дном наливаем воду, насыпаем сахар и ставим на средний огонь. Не помешивая, доводим смесь до растворения сахара. Сначала сироп будет активно бурлеть, вы можете просто качать сотейник из стороны в сторону. Затем он начнет немного желтеть и пузырьки станут менее активными. Когда сироп стал янтарного цвета, убираем сотейник с огня и сразу же переливаем содержимое в подготовленную форму. Выравниваем карамель по дну и пока отставим форму в сторону. Займемся приготовлением бисквита, для которого нам понадобится сливочное масло, сахар, молоко, мука, какао, разрыхлитель, щепотка соли и яйца. Для начала просеиваем муку, следом идет какао, разрыхлитель и соль. Также все просеиваем и хорошо перемешиваем. В другую миску кладем сливочное масло комнатной температуры, добавляем сахар и взбиваем на высоких оборотах миксера до более светлого состояния. Достаточно минуты 3-4. И теперь по одному добавляем яйца. Каждый раз хорошо пробиваем миксером. Продолжая взбивать, наливаем молоко. И далее добавляем все сухие ингредиенты сразу. Теперь уже взбиваем на низких оборотах миксера до однородности. Посмотрите, вот такое тесто у нас получилось в итоге. Выкладываем его в форму. Разравниваем по бокам и делаем небольшое углубление. А теперь займемся приготовлением самого флана, для которого нам понадобятся яйца, мука, сливки и сгущённое молоко. Наливаем сливки. Я взяла высокий и глубокий стакан для того, чтобы легче было перемешивать. Добавляем сгущённое молоко. Добавляем муку. И разбиваем яйца. Всю смесь я перемешиваю блендером до однородности. И выливаем ее в подготовленную форму. Затем форму помещаем в глубокое стеклянное блюдо и наливаем воду. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно час-полтора. Для того, чтобы поверхность бисквита за это длительное время не подгорела, а равномерно пропеклась, то накройте форму фольгой. У меня пирог выпекался примерно час-десять минут. Посмотрите, вставленная до самого дна шпажка выходит сухой и чистой. И оставляем наш флан охлаждаться примерно на 6-8 часов. Для того, чтобы не повредить пирог и аккуратно вынуть его из формы, мы нагреем дно. Для этого мы подготовим водяную баню и нагреем в сковороде небольшое количество воды примерно на 1 сантиметр. И я держу форму около 2 минут. За это время карамель на дне хорошо подтает и даст нам легко извлечь флан из формы. Накрываем тарелкой и переворачиваем. Посмотрите, какой необычный он получился. Нежный сливочный слой флана в карамели и ароматный шоколадный бисквит. Обязательно попробуйте его приготовить. А я всем желаю удачи в приготовлении и до новых скорых встреч! Продолжение следует...